Всем привет! С вами я, Юлия Дурмаз. И сейчас хочу вам показать квартиру Татьяны до ремонта. Вот такой вот дом прекрасный. Покажу вам вид с балкона на море. На территории комплекса есть бассейн. И небольшой садик. Заходим в подъезд. Чистый, аккуратный подъезд. Здесь в основном живут иностранцы. Только две семьи живет мировалов. Вот как раз турецкая женщина. Подошли к квартире. Заходим. Здесь коридор просторный. В квартире два туалета. Один обычный туалет. И туалет с душевой кабиной. Здесь есть солнечные батареи. Потому что дом не новый. Мы ходим из ванной. Просторная спальня. Здесь в каждой комнате есть балкон. Огромная спальня. Отдельная кухня. Кухню будем менять. Выход на балкон. Зал. Гостиная. Тоже большая. Просторная гостиная. Стены тоже будем менять цвет. И сейчас я вам с балкона покажу море. Большой балкон. И вот море 50 метров. Сейчас еще одну спальню покажу. Она уже, конечно, меньше. Это гостевая или детская. Но тоже довольно-таки просторная комната. Видите, мебели нет. Все сливается. Непонятно. Но мы потом еще с Татьяной снимем видео. Снимем видео уже с мебелью. Вот так вот выглядит квартира без ремонта. Вон уже пришел человек, который красить будет. Вот так квартира выглядит без ремонта. И сейчас покажем, как она выглядит. Сейчас покажем, как она выглядит после ремонта. А теперь показываю квартиру Татьяны уже после ремонта и с мебелью. Освежили стены. Повесили шторки, люстры. Это... Татьяна, сын пришел. Это детская. Гостевая. Всем привет. Татьяна, ну как? Ну что, обживаемся. Ну, в общем, честно говоря, непросто. У нас очень как бы время сжато. Очень мало. Но мы за такое маленькое время так много сделали. Вот Юля не даст соврать. Реально. То есть мы просто все приобрели. На пляже были? Честно. Вот мы 8 мая прилетели. Один раз я пробыла на пляже 40 минут. И второй раз 10 минут. Все. Хватит. А пляж 50 метров от вас. Не путайте туризм с эмиграцией. Это точно. Так, пойдем дальше смотреть. Здесь гостиная. Да. Ну, это у Татьяны мужа Александр. У него, конечно, золотые руки. Он сам собирал мебель. Он собирал. Татьяна тоже собирала. Ну, Татьяна, да. Помогала. Помогала. Конкретно. Стол я собрала. Кондиционер и вентилятор. Ну, да, конечно, видите, стены, даже стены освежите. Уже совершенно другая, да. Кстати, хочу вам сказать, что квартира находится не на пляже Клеопатра, не на пляже Дамлатаж. Это пляж Кейкубат. Это с левой стороны от крепости. Чем хорош этот пляж? Во-первых, он не хуже, дно не хуже Клеопатры. И здесь нет больших волн, таких, как на Дамлатаже и Клеопатры. Да, я уже показывала. Сейчас еще вам покажу. Огромный Мигра здесь рядом есть. Ну, рестораны, кафешки, все в шаговой доступности. Ванную комнату. Кавчики поставили. Ну, это самая большая спальня. Она по размерам такая, как гостиная. Просто огромная. И сейчас через балкон выйдем, я вам покажу кухню. Я вам говорила, да, что из каждой комнаты есть выход на балкон. Стол. Кухню мы тоже заменяли, меняли полностью двери в шкафчиках. Фартук меняли. Вот такая уютная получилась квартира. Это гостевой туалет. Тоже здесь шкафчики сделали. Татьяна, ну, желаю вам счастья в вашей квартире. Удачи. На море почаще ходите. Спасибо. Будем стараться. Что вы хотите сказать людям, подписчикам, кто хочет купить квартиру? Дорогие подписчики канала Юлия Дурмас. Ну, в общем-то, мы с вами уже не первый раз встречаемся. И, как бы, я думаю, что уж поверьте мне, что не надо бояться покупать квартиры старого, да, жилого фонда. Ну, я не знаю, конечно, может быть, если им там 60 или 70 лет, может быть, вы там, это как бы вот совершенно нормальный дом. Вот смотрите, обновили стены, и все по-другому смотрится. Поставили мебель новую, и все. Чем она плоха, квартира? Здесь хорошая аура, здесь уютная, здесь все. Море рядом, все рядом. Море вообще, да, пять минут. Магазин, ресторанчик. Здесь есть центр рядом, в порт ходить, гулять. Там такая красота, прогулочная зона, яхты, все рядом. Не слушайте блогеров, которые говорят, что в турецких домах, в обычных домах не покупайте, потому что там вам сделают неприятную жизнь соседи, там вам будут крошки. Вот мне сегодня подписчица говорила, что и крошки будут на балкон сбрасывать. Бред, бредовый, сумасшедший. Это вообще, это неправда, и не бойтесь, и не слушайте таких блогеров. У нас сосед турок. Мы уже познакомились с ним, с его женой. Культурнейшие люди, да? Нормальные, совершенно люди ходят меня угощать. То муж Мулы принес мне целый пакет, то принес огурцы и помидоры, говорит, вот натуральные. Все ходит под камень. Муж улетел в Москву, так он, значит, уже смотрит. Пришли там мастера на кухне, он приходит ко мне, все в порядке, все в порядке. Клининг был, он опять приходит, кто там, типа у вас все в порядке? Я говорю, все в порядке, нормально. Да, и при том, что турецкого я не знаю, но, конечно, я учу, и какие-то слова я знаю, объяснится, мы все-таки вот так на бытовом уровне чуть-чуть можем, но это каждому доступно. Вот, так что нормально все. Выбирайте главное место. Квартира, даже если старая, я же говорю, можно сделать ремонт в Турции, он недорого, обновить стены. И будет вам счастье в новом доме. Будет все хорошо, да. И я всем желаю, чтобы ваши мечты сбылись. Кто мечтает купить квартиру, все будет хорошо. Поверьте. Пока! Пока-пока!